Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Посмотрите, я целый мешок руколы собрала. Это невероятно, это огромное количество. Буду завтра кого-то благословлять руколой, потому что это мощное антивирусное средство. Да, дорогие мои, я вчера приехала, но я вам говорила, что мы через дачу, на море. У нас очень насыщенная программа. И поскольку у нас тепло, у меня такие уже кусты, просто кустища руколы. Так на мой маникюр никто не смотрит, делает вид, что не замечает, потому что маникюра у меня в ближайшие три месяца точно не намечается. Я буду заниматься землей. Я по совместительству маляр, а также садовод. Кроме того, у меня еще будет работа. Это сторож полицейский. Чуть что на кнопочку жмем, полицейских вызываем. Кроме того, уборщица. Ну и всего остального перечислять устану. В общем, я съездила, привезла. Посмотрите, какая прелесть. Сейчас что я делаю? Я сейчас просто беру и вот так вот отделяю более-менее красивые листочки. Посмотрите, какая это я была сегодня просто поражена. Меня такое количество руколы поразило. И что я заметила? Что на море моя рукола растет богаче, чем на даче. Дальше. На даче у меня рукола другого сорта хорошо растет. А вот это, вот это все-таки любит, видно, немножечко небольшую соль, которая идет с моря. Такие соленые, знаете. Так, в общем, выкладываю я, занимаюсь своими делами и заодно вам расскажу. Вот такой вот листочек мне не подойдет. Солнышко пригревало его и он пожелтел. Вот это у меня сюда, рядом у меня мусорка. Вот это тоже выбрасываем. Так, дальше смотрим. Потом помоем. А вот это вот, видите, немножко фиолетовый. Это заморозки, когда бывают. Вообще, рукола очень устойчивая. Но в заморозке вот иногда такое получается. Пойдет, все равно пойдет. Итак, пока я разбираю руколу, я вам скажу, что химический состав у нее просто уникальный. Поэтому не пренебрегайте. Особенно хорошо, если вы сможете выдавить из нее сок для девчонок. Я знаю, что сейчас меня многие смотрят из Италии. Девочки наши, которые в Италии вышли замуж, живут, там работают. Вам надо противостоять вот этой вирусной инфекции. Большая глупость пренебрегать руколой. Я знаю, что у вас практически такой же климат, как и у нас. И сейчас у вас также растет прекрасно рукола, как у меня в саду. Поэтому обязательно вам нужно выделить сок из руколы, буквально один к одному смешать с медом, превратить такую, знаете, как в жидкость. Добавить туда ложку лимона и употреблять такой сок обязательно. Ну, если у вас, например, нет имбиря с лимоном. А если у вас есть еще имбирь с лимоном, тогда вы можете добавить туда и вот от нашей имбиротерапии ложечку и смешать. Это изумительно противовирусная, скажем так, прививочка. Почему? Потому что там химический состав просто уникален. Представьте, вот в одном таком листочке, свежий лист руколы, множество витаминов группы В. Это В1, В2, В4, В6, В5, В9. Практически полностью весь состав, да? А также витамин С, витамин Е, К, микроэлементы, фосфор, натрий, магний, кальций, калий, еще что есть, железоцинк, медь, марганец, селен. Кроме того, рукола, она не калорийна и, конечно же, она помогает избавиться от лишнего веса. Но обязательно надо учитывать, имея вот такое богатое содержание витаминов, это растение, оно по-разному воздействует на организм. Поэтому вы посмотрите, скушайте один листик, пойдет вам или не пойдет? Мне, например, и моей семье очень подходит. Еще обязательно нужно помнить, что в салат руколы в состав входит йод. Вот, посмотрите, какой прям вот жирный такой, скрипучий лист, просто прелесть. Йод, у кого проблемы с эндокринной системой, помните, что здесь именно в руколе есть йод. Вот такой вот мне не подходит уже. Он перезрел, он невкусный, он никакой. Такой лист мы выбрасываем, а вот эти откладываем. Так, вот уже, посмотрите, какой красивый пучок у нас получился. Раз, вот такая красота. Дальше, сейчас будет второй. Так, очень хорошо вот этот сорт руколы, рокет, хорошо хранится в холодильнике. Только нужно правильно взбрызнуть немножечко водичкой и в специальный контейнер. У меня это хорошо получается. Ну, у нас долго не хранится, честно вам скажу. Я с томатами очень люблю томаты. Сейчас у меня итальянские есть очищенные. Не свежие, а в баночках. Вот я делаю тоже очень... Вот, посмотрите, ну какая же это красота. Да, свежий, красивый. У меня ребята наши работают, достраивают, строители наши. Вот, ну, они нам настолько близки, особенно Серёжа. Мы как родственники, я вам честно скажу, потому что, честно говоря, мы вместе уже около 15 лет, нет, 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 чуть меньше, может быть, 12 лет. Вот примерно так, может даже и 15. Вот, поэтому, поэтому они нам очень близки. И я им показывала и рассказывала за руколу. И говорила, Серёжа, обязательно употребляйте. Обязательно, но нет, нет, они не употребляют. Я говорила, как надо употреблять. Но что-то они не особо облюбовали. А в то время, посмотрите, у них прямо под ногами, можно сказать, ну, конечно же, в специальных местах, росли вот такие роскошные листья руколы. Так, вот второй пучок. Сейчас скажут, наверное, себе на продажу. Нет, на благословение, девчата. Нет, и мальчишки. Да, я вам перечислила витамин В. Вообще, запишите в свою книжечку, те, кто ведёт дневник здоровья от Кэтрин Докс, обязательно запишите себе, что такое витамин В. Когда я вам говорю, что какой-то салат или ещё что-то в себе содержит целую плеяду. Вот такой вот не пойдёт листик. Целую плеяду, вот такой тоже. Даже если чуть-чуть, вот он не пойдёт уже. Если содержит плеяду витамина В, это означает, что кроветворная система, кровь чистится, печень чистится, и нервная система человека восстанавливается. Вот что означает огромное количество витамина В. А здесь, ну, почти все витамины группы В. Почти все. Так, витамин Е. Ну, вы же все знаете уже, кто смотрит мой канал, что АЕВИД. Если есть А и есть Е, то это витамины красоты. Так же, как и витамин С, чтобы не было морщин на лице. Так, этот пойдёт молоденький. Вот этот мусор мы весь убираем, перебираем. И, кстати, вот у меня уже моя кучерявая петрушка. Посмотрите, какая она красивая. Как я её люблю с чесночком. И на паленту. Делаем палента, чесночок, петрушечка. Красота. Поперчили, посолили, всё готово. Вот такая вот у меня петрушка. И тоже вот жёлтенькие листики вот эти вот. Вот они уже не пойдут. Почему они не пойдут? Потому что мальчики мои прозевали. Ну, пацаны есть пацаны. Я имею в виду ребята, которые у нас. Серёжа работает. Ленан супруг. Вы уже знакомы с ним с прошлого года? Так, как я говорю, почти мой родственник. Вот посмотрите на эту красивую петрушку. Вот она уже засохла здесь. И я её с корнем почему-то вырвала. Мне корешок здесь не нужен. Я его воткну, и он будет дальше расти. Как я обычно делаю. Так, дальше. Ну, витамин Е, вы знаете. Это не только витамин красоты, но ещё гормональный фон нормализует. Кто не знает, ну, теперь узнает. Записывайте обязательно. Есть витамин А. А это блеск, гладкость волосам, кожи. Хорошо влияет на ткани костей. И хорошо, что здесь АЕ вид плюс витамин С и плюс В. Что мы делаем? Мы можем сделать замечательную маску. Я, конечно, буду делать. 4-5 капель. Вот как берём алоэ вера, да, капли. Вот точно так же руколы. 4-5 капель руколы. Пол чайной ложки мёда. Пол чайной ложки оливкового масла. Пару капель лимона. Всё перемешиваем. Масочка готова. И массажными руками, вот так вот, вот так пальчиками, всё это по массажным линиям разносим. 10-15 минут можно смывать. Вы своё личико не узнаете. Это и лифтинг, это и мелкие морщинки разглаживаются, это и питание, это мощное питание эпидермиса кожи нашего личика. Так, вот это что за безобразие? Это безобразие в мусор, это безобразие тоже в мусор. Так, вы, наверное, не видите, как я здесь расправляюсь. Это в мусор, это в мусор, а вот это, это пойдёт. Как вы меня просили, что, что бы я ни делала, включайте камеру и говорите на камеру. Пожалуйста, я включаю камеру, говорю на камеру. Говорит и показывает Кэтрин Докс, please. Attention, attention, my dear friends. Вот. Да и мне так веселей, вроде как, сама с собой, а вроде и не сама с собой, а с целой моей интернет-семьёй. Да ещё плюс новенькие присоединились. Вообще здорово. Ну, витамин С, вы понимаете, чтобы не было морщин на лице, а самое главное, восстанавливает стенки сосудов. Поэтому употребление в пище рукавы – это идеальный вариант. Как она с томатами сочетается. Это нечто, нечто потрясающее. У кого проблемы с гипертонией, у кого проблемы с тромбофлебитом, у вас рукола должна постоянно несколько листиков лежать. Вы скажете, что из неё делать? А я очень разные делаю. Я делаю с руколой и сладкие салаты, когда идёт сезон клубники. И, например, вот сейчас не идёт сезон клубники, но сочетание свеклы с тыквой – это прекрасно. И добавляем руколу. И здесь особенность рецепта в том, что тыкву предварительно слегка маринуем в сладкой воде со специями. И в результате получается овощной салат с сбалансированным вкусом сладковатой свеклы. Такой, знаете, пряной тыквы и свежесть остальных овощей. Небольшую долю остроты добавляю как раз, если немножко чеснока, руколы. Для заправки свекольного салата нужно немножко растительного масла. Идеально, конечно, если оливковое. Ну, можно подсолнечное, можно плеяду, можно делать такие трио. Например, кунжутное масло, оливковое масло, подсолнечное масло. Вот замечательный салат. Что там нужно? Свекла примерно штучку одну, тыква, грамм 200, перец сладкий, одну штучку, руколу, одна четвёртая пучка. Вот, в общем, примерно вот так руколы нам хватит на такой салат. Потом, для маринада водичку 200 мл, сахар 3 столовые ложки, либо 2 столовые ложки, тогда мёд. Лавровый лист одну штучку, гвоздику два бутона. А для заправки растительное масло, как я вам сказала, и чесночок один, зубок. Делаете длинную соломку, очищенную тыкву, помещаете в кипящий огонь. И на малом огне, как бы маринад, это уже ваш маринад. И там пусть... А в маринаде, вы поняли, 200 мл воды, 3 столовые ложки сахара, пряности, лавровый лист, гвоздика, обычная добавляю. И можно использовать через 5-7 минут после тепловой обработки. Всё, тыква готова. 5-7 минут. Больше её кипятить не надо. Свеклу отдельно на брусочки порежьте, сладкий перец на полосочки, руколу или другую зелень, салат, петрушку. Можно вот есть у меня петрушка, петрушку я сюда же добавлю. Даже если нету болгарского перца, ничего. Немножко паприки добавьте вместо болгарского перца. Будет нормально. В общем, всё брусочками порезали тоненько. Сформировали на тарелке из всех составляющих такую горку разноцветную. И опять-таки я в ступке разбиваю 3-4 или 2 зубчика почищенного чеснока. Буду разбивать, могу добавить немножко туда петрушки, чуть-чуть сольки и растительного масла прямо в ступке. Перетираю, перетираю, перетираю и заливаю. Потом ещё добавляю маслечко, если мне надо. Вот такой вот салат. Это просто прелесть. И можно посыпать кунжутными семенами. А вы делайте сами, что хотите. Идеальный вариант для руколы это, конечно, помидорки черри. Но их сейчас у меня нет. А этот салат я вам уже с черри давала. Он у меня уже есть. И с клубникой у меня есть салат. И с руколой тоже я вам показывала. Поэтому вот этот вот ещё один новый, такой зимний. Единственное, что болгарского перца может у вас не быть. У меня-то он и есть замороженный. Либо я использую паприку. Вот. Но рано или поздно он появится. Так. А вот тыквочка, она ещё есть. Слушайте, ну, я сегодня молодец. Ну, я сегодня молодец. Ну, вот и всё, наверное. Поболтала я с вами. Дальше вам, наверное, неинтересно. Ну, я могу сказать, ещё вам рассказать кое-что, что можно взять. Есть консервированные масли мидии. Я их делаю. У нас мидий полно. Либо можно взять креветки с помидорами. Перепеленые яйца взять, потому что они будут красиво смотреться с таким салатиком. Руколы побольше. И это тоже прекрасное сочетание. Черри, помидорки. И салат можно просто заправить растительным салом. Ой, маслом салом. Говорю, у меня уже всё сегодня. Ходили, гуляли. И такое количество сала было перед постом на Масленице. Каждая из леди почтительного, почтенного возраста. Взрослая леди, скажем так. Я люблю говорить взрослая леди. И посчитала нужным принести и похвастаться тем, как она засолила своё сало. Ну и мой супруг ходил то там, то там, то там, то там. Пробовал, напробовался так, что говорит, ой, я так наелся. Я говорю, ну видишь, как хорошо, когда масленицы, когда угощают бесплатно. Когда дело всё в том, что женщины угощают, а их мы благословляем. Никто не просит там особо денег. Но, естественно, мы благословляли. Ну а как без этого? Без этого никак нельзя. Шашлыки, конечно, это надо было покупать. А вот вареники нет. И блины, блины вообще почти бесплатно. Но что такое 2 гривны? Я вас умоляю. А блины тоненькие, красивые. Вот такая прелесть. И вот заправляем такой салат, то, что я вам сказала, растительным маслечком. Опять-таки, можете делать трио, можете квартеты, можете из масла делать дуэты. Как вам понравится. И здесь бывает, примешиваю бальзамический уксус. Ну и обязательно чеснок. Руккола любит чеснок. Итак, чтоб яснее было, креветки или мидии. Так, грамм 300. Яйца перепелиные 5-6 штучек. Помидорки черри 5-6 штучек. Рукколу 1 пучок. Соль по вкусу. Вот. А для салатной заправки масло растительное. 2 столовые ложки. Возьмите, сделайте из него дуэт. Еще какое-нибудь. К, например, подсолнечному добавьте масло. Ну, какое. Какое, какое. Можно немножко расторопше. Тоже будет хорошо. Вот. Можно облепиховое масло чуть-чуть добавить. У кого какое, чтобы ваш салатик был более полезный. Уксус бальзамический. 1 чайную ложку. И чесночок. 2 зубчика. И все. Ясно, что яйца надо сварить. Обязательно перепелиные. 5 минут они варятся. Все ингредиенты порежьте наполовинке. И бросьте. И все. А салатную заправку вообще хорошо готовить. Смешайте вилкой. Просто в миске. Растительное масло. По своему вкусу. С бальзамическим уксусом. И через пресс пропустите зубчик. Пару зубчиков чесночка. И все. Вот такая заправочка. Если вам хочется слегка сладковатый вкус, можно добавить пол чайной ложки меда. Но тщательно-тщательно перемешать. А потом все. Поливаете весь свой салат. Ну а пока я с вами общалась. Очень приятно. Вы мне помогли перебрать целый огромный пакет. Как мы говорим, торбу. И все. И все. Так. Это уже ерунда. Есть тут что-то еще. Вот, кстати, смотрите. Уже вот-вот идет в цветение. Смотрите. Прямо бутон. Вы представляете, как у нас тепло? Что у нас уже... Так. Видно вам? Не видно, что у нас уже пошли бутоны из рукколы. Вот. Вот он бутончик. Вот так, наверное, лучше будет видно. Его. Да, вот. И вот-вот начнет расцветать руккола. Насколько вовремя я ее срезала. Потому что, когда срезаешь ее, она еще дает еще и еще урожай. Она, кстати, двухлетка. Но может еще и самосевом сеется. И вот самый лучший вариант, это вот эта руккола. Она такая хрустящая, хорошая. Это уже такая мелкотня мне не нужна. Вот и все, дорогие мои. Вот эта мелкотня мне не нужна. Грязь я всю выбросила. И получилась у меня перебранная вот такая красавица. Сейчас я ее уложу в специальный контейнер. Отложу кое-что на благословение. И все. Так что не болейте. Займитесь своим здоровьем. Самое главное, это не пренебрегайте вот этим советом. Сок рукколы с лимоном и с медом. Употребляйте по чайной ложке каждый день натощак. Не пренебрегайте. Это очень важно. Очень важно. Поверьте мне. Сейчас такая обстановка в мире. Очень важно. Любви, здоровья, радости. Пока-пока всем.